Привет, друзья! Для новеньких меня зовут Елена. Добро пожаловать ко мне на канал. Обязательно подписывайтесь. И сегодня у нас была встреча блогеров, если так можно сказать, с целью погулять, пообщаться, обменяться новогодними подарками. И встречалась я с Анечкой, моей любимой, дорогой. Вы ее можете знать по каналу Анна Анлика. Мы ездили в Измайлово, в Измайловский Кремль, а точнее на Блоху, на Блошиный рынок. Насколько я знаю, она там ни разу не была. И мы поехали, так сказать, я ей показала, что и как. Вот. Ходили там, погуляли, приобрели некоторые товары. И также пообщались и обменялись новогодними подарочками. И вот Анютка подарила мне вот такой пакетик замечательный, зимний, с белочкой. И сейчас я вам поближе покажу, что я приобрела для себя на этом рынке. Потом мы вместе с вами распакуем подарок, который мне подарила Анютка. Посмотрим, что же там внутри. И, кстати, это видео совместное, так что вы можете проходить на ее канал и посмотреть, что же она получила в подарок от меня. Ссылочку вы найдете в описании под видео. А теперь давайте я покажу, что я купила и потом будем распаковывать подарок. Итак, пока мы там ходили, гуляли, я наткнулась на мужчину, который торговал линзами. Это линза для автопарата. здесь 62-миллиметровая. Вот так она выглядит. Она с зеленым оттенком. Там были у него еще оранжевая и голубая. И я уже, когда домой пришла, думаю, надо было все брать. Они, правда, разного диаметра, но мне подходят. Вот. Линза стоила мне 50 рублей. Хотя, я думаю, если бы я взяла все три, можно было бы сторговаться за 100 рублей. Вот. Потом была такая женщина очень миленькая. Ну, бабушкой мне сложно назвать ее, хотя, наверное, она бабушка. Но она такая милая была, добрая и прям вот располагала к себе. И у нее были вот в таких коробочках бусинки. И вот эти вот меня просто сразили на повал. Такой цвет красивый, сочетание вот этих вот коричневых и бирюзовых. и мне безумно захотелось их. Но одну баночку она продавала за 100 рублей. Вот. Я посмотрела, что объем-то не очень большой. В общем-то. И мы с ней сторговались две за 150. а вторая баночка была вот такая вот. Тоже очень красивое сочетание. Такие розовые, фиолетовые и темно-коричневые, темно-шоколадные. Есть еще там под цвет жемчуга светлого. Вот. И, в общем-то, как я уже сказала, одна баночка стоила 100 рублей. Но мы с ней сторговались. Я улыбнулась, она улыбнулась и согласилась. То есть две не за 200, а две за 150. И еще уже после балахи мы зашли в художественный магазин на Семеновской. И там я купила вот такой контур себе. Конечно, контуры сейчас такие дорогие. Вообще все так дорого. Я давно не была в художественных магазинах. Ох, цены, конечно, наверное, все-таки выгоднее заказывать через интернет. И теперь давайте перейдем к подарочку и распакуем его. Первое, что я вижу, это вот такой милый ангелочек ручной работы. Я уже видела на канале у Анютки мастер-класс, как она их делала. и это просто замечательно. Получил я его, конечно, чуть раньше, чем вышел мастер-класс, но это не менее интересно, когда ты видишь, как сотворялась подделка, которую тебе подарили. Вот. Такой милаха. Я ему из этих вот штучек сделала крылышки. Я так предположила, что Анюта планировала, что их можно завязывать и вешать на веточку. Но я придумаю что-нибудь дополнительно сюда, чтобы повесить. Потому что все-таки ангел, должны быть крылышки. Вот такая милота. так, дальше достается открыточка новогодняя, очень красивая. Естественно, там пожелания, поздравления. Спасибо огромное. Так, что еще тут? Еще тут шоколадка. Аленка для Аленки. Очень классно, очень вкусно. это такой вкус из детства. Кстати, Аленка в детстве мой самый любимый шоколад и мне кажется, что вот именно эта марка шоколада с годами не изменилась. То есть, она настолько же вкусная, как и в детстве. Спасибо огромное. Кстати, я ее уже съела. Такие вещи у меня долго не лежат. и, собственно, долгожданно такой подарок на самом деле. Потому что Анюта не знала, что мне подарить и спрашивала, что бы я хотела. И вот, собственно, я думаю, вы их все уже видели. Я хотела именно их, потому что у меня есть одна творческая задумка. Давайте один распакуем, потому что я их, так сказать, в руках не держала и не видела, как они выглядят, эти лимонницы. Такая крышечка. Стеклянная. Довольно толстое стекло, хорошее. И подставочка. Подставка тоже довольно толстая, такая. по-моему, здесь написано 17 миллиметр. Не знаю, в общем, толщина, наверное. Вот так она выглядит. И, в принципе, здесь вот не острый, здесь такой кантик сделан круглый. Закругление. Так она и выглядит. Такая миленькая, хорошенькая, маленькая лимонница. Не знаю, почему лимонница, но для меня это немного другое. скажем так. Их, собственно, две. Да, я и просила две, чтобы было две. Вторую я уже тоже посмотрела, все в порядке. Они целые, ничего не попуталось. И последнее оказывается, что на блохе Анюта мне купила бусики. Но бусики не просто так, да, носить, а это собственно для творчества. Я хотела именно деревянные бусики. И вот эти мне по цвету понравились. Вот. Эти деревянные, я так думаю, что это сандаловое дерево. Довольно популярно, известное и, скажем так, в основном сандал используют в качестве основы для таких бусин. Вот. Так что буду творить. Уже есть кое-какие задумки, кстати, тоже новогодние. Надеюсь, что успею сделать. И вот такие бусинки, они я думаю, что это или полудрагоценный камень, или вообще не камень, а это стекло. В общем, что-то такое по цвету симпатичное. Вот такой был подарок. Мне все очень нравится. Спасибо Анюта огромное. А теперь, если вам очень интересно, что же Анюта получила в подарок от меня, то проходите смело на ее канал и смотрите, что там было интересненького. Увидимся. Подписывайтесь, ставьте пальчики вверх. И до новых встреч. Пока-пока. Пока-пока.